Привет-привет-привет! Здравствуйте, друзья! Это снова с вами канал Flowersland и сегодня мы снова продолжим разговор об орхидеях. Я хочу представить вам несколько орхидеи из моей личной коллекции. Меня зовут Фатима и перед вами три прекрасных экземпляра. Аскоценда принцесса Микаса Блю, Психопсис Марипоза Альба и Пафиопедилиум Пиноккио. Сегодня я расскажу вам про прекрасный экземпляр гибридного Пафиопедилиума. Это Паф Пиноккио. Его родителями являются два природных вида Примулину и Глаукофилум. Соответственно, Пиноккио является первичным гибридом. Посмотрите, какая прелесть! Особенностью Пафиопедилиума Пиноккио является его нарастающий цветонос. Обратите внимание, сейчас есть цветок цветущий и внизу есть бутоны. Вот это все следы кроющих от предыдущих цветений данного экземпляра. Каждая розетка может цвести в течение минимум полугода, а некоторые экземпляры при должном уходе порадуют вас своими цветами. Более года это однозначно. Пафиопедилиумы типа Пиноккио выращиваются только в горшках, так как на блоках им очень сухо. В качестве субстрата идеально использовать средние фракции кору с добавкой различных элементов, таких как мох, терамис, пемза, лава или лечуза. Это получается достаточно рыхлый, но воздухоемкий и влагоемкий субстрат. Он не слеживается, корни чувствуют себя прекрасно. Соответственно, если наращивается хорошая корневая система, ваш Пиноккио, ваш Пафиопедилиум даст вам много деток. И соответственно, в данном случае вы будете иметь много цветоносов и он будет радовать вас цветением буквально несколько лет. Этот экземпляр Пафа Пиноккио у меня в коллекции чуть более двух лет. И это уже третье его цветение. После каждого цветения материнская розетка дает нам новую молодую розеточку, которая в свою очередь выращивает цветонос и продолжает радовать нас этими красивыми и очень милыми цветами. А сейчас я расскажу вам о другом представителе архидного мира. Это Аскоценда Принцесса Микаса Блю. Разновидность Блю это одна из трех разновидностей Аскоценды Принцессы Микаса. Также есть розовая пинг и белая версия white. Аскоценда Принцесса Микаса имеет в родителях Ванду и Аскоцентрума. Она имеет средний цветок между Аскоцентрумой и Вандой, чуть более крупный, чем у Аскоцентрума, но более мелкий, чем у Ванды. Но характер содержания и условия должны быть такие же, как у всего отряда Вандовых. Аскоценда Принцесса Микаса, как и любой представитель семейства Вандовых, не нуждается в субстрате. Ее можно выращивать с голой корневой системой, а можно сажать в крупную кору. Она требует к себе достаточно чуткого внимания, ей нужно очень много света для хорошего и пышного цветения, а также желательно высокая влажность воздуха. И в завершение достойный представитель отряда орхидей Психопсис Марипоза Альба. Вот такой вот длинношей и такой немножечко смешной, с поднятыми гордо усами Психопсис Марипоза. Особая прелесть Психопсисов заключается в том, что они обладают револьверным так называемым цветением, то есть они наращивают цветонос. Один цветок держится около 2-3 недель, потом он нападает, растение отдыхает около нескольких недель и снова выращивает цветок. И таким образом Психопсис может свести около года и очень долго радовать вас своими замечательными и забавными цветами. Психопсис Марипоза, как и остальные все Психопсисы, относятся к отряду анцидиумных. И об этом говорят его достаточно тонкие корни, которые не любят застоя влаги в субстрате, любят быструю посушку и поэтому требуют для себя либо средней фракции коры, либо достаточно рыхлого мха, либо как раз смеси мха, коры и в данном случае, как у меня, серамица. Сегодня я познакомила вас с тремя представителями мира орхидей. Моя личная коллекция насчитывает более сотни орхидей различных видов и поэтому я думаю мы скоро увидимся и я покажу вам какие-нибудь новые интересные цветения. Увидимся на нашем канале. Пока!